И так три раза. Ну, примеры у меня не готовы, поэтому почитаю что-нибудь старенькое. Я просто не люблю читать по бумажкам, и поэтому всё, что наизусть я помню, иногда, правда, я это забываю, и вот, если я и сейчас забуду, я начну что-нибудь новое. Дорогие друзья, хотелось бы вспомнить такое стихотворение, которое называется... Оно ни к чему, не вообще не это самое, просто называется «Посвящение завистникам». Класс! Класс! По свету катится потеха, и мы встречаем на пути фонтаны с зависти и смеха с размаху, мать его, идти. Завистник тужится нахально, надев оранжевый гондон, но он велик ему реально, и потому в печали он не шевелит своим прибором и не вперёд, и не назад, косится на него с укором, крылатый музей дивный взгляд. Не ест, не спит, меняет лица, потеет, дышит через раз. Чужой успех в кошмарах слиться, всю ночь завистнику подчас. Попробуй, напиши поэму, свои катрены зарифмуй и принеси с собой на сцену советный божий поцелуй, но он не хочет и не может, а потому когда-нибудь отрикошетит ему тоже глоток отравы отхлебнуть. Завистник, затяни потуже судьбы кудрявый поясок, а то, как страус неуклюже, засунешь голову в песок, а жопа в облаках сверкает. И вряд ли хитрый пидорас такое счастье пропускает, реализуя в тот же час. И докажи потом народу, что ты трамвая долго ждал, а кто-то подлый, хитро, сходу вошел в невинный твой анал. А я пишу себе рифмою, пытаюсь ближнего согреть и хлещет душу золотую, изящных рифм пугая плеть, назло завистникам прыщавым и скупердяям доброты. Пусть бьются лбом своим трухлявым и желчью ссут до плевоты. Спасибо. Кто-нибудь знает, как стать звездой? Гриша! Нет, кроме меня. Я знаю, что я с профессором. Молодец, он знает. Знаешь, Миша? Правда ведь знаешь? Скажи. У нас сегодня в гостях, кстати, дорогие друзья, Михаил Татарский. Ваши аплодисменты. Он представитель Коитария. Он очень давно у нас не был. Я надеюсь, что, может быть, он нас сегодня и посетит на сцене, если надумает. Итак, Миша совершенно прав. Для того, чтобы стать звездой, нужно спать с продюсерами. С продюсером. С продюсером. Ну, это один из способов такой. Ну, неважно, это относится и к мальчикам, и к девочкам. Итак, «Как стать звездой?» Так и называется это стихотворение. Дядя девочку пиарил во дворе на тротуаре. Жег со съемочной командой кино-фото-телебандой. Этот дядя был редактор. Инополистый, как трактор. Делал девочкам пиар, превращая в суперстар. Много телочек-моделей появилась из борделей. Он оттуда их достал. И отмылил, и причесал. Все модели и певицы хитрожопые девицы. И готовы за бабло расторапать вам ебло. А за слабую раскрутку будут драться не на шутку. Лишь с продюсером в постели. И певицы, и модели. В общем, нужен вам пиар? Заплатите гонорар. Если нету гонорара, ну а вы, крутая шмара, прокрадитесь в кабинет. Шефу сделайте минет. И мгновенно ваши ножки засверкают на обложке супермодного журнала без говна и криминала. И нацелится на вас журналиста острый глаз. В Монте-Карло и Майами вы поедете с друзьями. И заметят вас тогда все крутые господа. Президенты и банкиры вмиг запишут вас в кумиры. Эти бизнес-пацаны непростые шалуны. Если им пойти навстречу и устроить порно-вечер, можно во голове угла откусить кусок бабла. Яхты модные, квартиры с бриллиантами сортиры. Олигархов-коровод засосет в водоворот. Вот такой вот добрый дядя всех пиалит секса ради. Ну и тёлки не в накладе. Чем давать бесплатно всем? Но лучше дать такому дяде и быть первым в хит-параде. Двигать жопы на эстраде. Став звездою без проблем. Спасибо. Ну, Гриш, морализаторский как-то. Слишком уж морализаторский. Ну, что делать? Наша жизнь такая. Ладно, спасибо, Гриша.